Штребух 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 мягких игрушек. Игрушка для развития логики для детей из Икеи. Не понимаю, зачем люди выпрасывают игрушки. Могли бы рядом с помойкой ставить и люди бы забрали кому надо. Ну а так получается ни себе, ни людям. Ну хорошо, что есть я, я дам этой игрушке вторую жизнь и продам за копейки. Помойная классика рабочий чайник с подсветкой от бренда Лайбен. Работает. Я и ни капли не удивлен. Кстати, мне этот чайник нравится именно тем, что вода здесь заливается. Вот таким образом. Здесь нет ущербной открывающейся крышки. И это круто, чайник можно будет продать рублей за 300. Удочка для рыбалки целая и полностью рабочая. Длина у нее не маленькая. Катушка стоит от Шимано Оливия модель 1000 FB. Работает просто изумительно. Очень плавно и тихо. Первый раз жизни нахожу топовую удочку для рыбалки. Я вообще не фанат рыбалки, поэтому продам эту удочку на барахолке за 1000 рублей. Крутая находка. Было найдено 3 вейпа и все от бренда iJust. iJust 2, iJust S и еще один iJust S в коробке. В полном комплекте с баком. Полностью рабочий. Здесь даже есть ремкомплект бака. Резинка для защиты стекла на баке. А еще есть чек. Этот вейп кто-то покупал в 2017 году за 2450 рублей. Вейп полностью рабочий, но в баке нет испарителя. Испаритель для вейпов это расходный материал, стоят копейки. Эти два вейпа без баков, но они рабочие. А еще нашел жижу для вейпа. Многие из моих подписчиков постоянно мне пишут и просят, чтобы я им продал вейп. Во-первых, я вейп продать могу только тем, кому есть 18. А во-вторых, сейчас все вейпы уходят в сюрприз боксы. Продажа находок это хорошо, но сборка моих сюрприз боксов это у меня в приоритете. Кстати, нашел еще вот такую огромную бутылку с жижей для вейпа. Со вкусом нежного йогурта, арбуза и киви. 3 миллиграмма никотина. Офигеть. Попробовал эту жижку, в принципе вкус неплохой. Положу эту жижу в комплект с вейпом и засуну это все в сюрприз. Нашел на вид рабочий огромный ксерокс от бренда Samsung. Модель SCX4200. Чтобы его досконально проверить, нужен компьютер. Я пока что не смог собрать тестовый стенд для проверки подобных находок. Но в будущем обязательно соберу. Просто нет компьютерного железа для сборок. По состоянию горит красная лампочка и написал, что нет бумаги. Возможно он рабочий. Но нужно досконально проверять на компьютере. Нашел нерабочие колонки от бренда SmartBuy. Колонки для ноутбука. Пока что не нашел время, чтобы их починить. Но я уверен, что починить их 100% получится. Потом надо будет отмыть их и продать на авито рублей за 200. Помойка радует бесплатными колонками, как обычно. Нашел антенну для телевизора, которая, кстати, работает от USB. Скорее всего полностью рабочая. От бренда Mitsar. Но эта находка совсем, я думаю, не актуальная в сегодняшнее время. Сейчас у всех цифровое ТВ. Такую антенну, я думаю, оторвут с руками и ногами на барахолке. Продам рублей за 100. И еще одна антенна. Тоже для телевизора. Это, я думаю, уже покруче. Но блока питания не было в комплекте. Но ничего страшного, продастся на барахолке рублей за 50. Нашел детский синтезатор. Не особо качественный, но, скорее всего, рабочий. Как ни странно, но батареек у меня пальчиковых нет. Закончились. Также нет блока питания именно с таким штекером. Также нашел небольшое количество лего. Видно, кто-то машину собирал из лего. Смотрится офигенно. Здесь, кстати, везде мелким шрифтом написано лего. Это оригинальное лего. Также, кроме этой машинки, есть еще собака-робот. Смотрится, конечно, интересно. Лего на барахолке покупают. И еще как. Эта коробка улетит со свистом рублей за 300. Нашел этот пакет, в котором был Wi-Fi роутер от бренда Ростелеком, полностью рабочий. И Smart TV приставка от бренда Ростелеком. В комплекте с пультом. Также еще есть большое количество проводов для подключения. Там еще даже есть гарантийные талоны. Продать этот комплект на Авито можно будет рублей за 700. То есть, по сути, это полный комплект для подключения Smart TV. Так как TV приставка работает с помощью интернета. И на ней можно смотреть ютубчики и кайфовать от халявы из помойки. Сказочная находка. Нашел неплохие шампура для шашлычка. Их 6 штук. Они, кстати, выполнены из металла. Это не особо хорошо. Их можно будет очистить и, в принципе, пользоваться. И немного позже на стриме я нашел этот огромный кейс. А кейс этот оказался столом. Все это раскладывается и собирается в единую конструкцию. И получается немаленький стол и 4 лавочки. Стол полностью целый. Бери и пользуйся. Офигеть. Оставлю себе и буду пользоваться на шашлыках. Прям полный набор для шашлыка. Это, ребят, не находка. Это просто сказка. Был найден огромнейший кальян. И полностью рабочий. Шахта в хорошем состоянии. В комплекте с ним был черный силиконовый шланг. И даже глиняная чаша. Мы с братвой этот кальянчик уже протестировали. Кальян просто пушка. Оставлю его себе. Продавать не буду. Ну, а если бы я этот кальян продавал, то мог бы заработать 2000 рублей. Нашел кучу непонятных штук. Скорее всего, они нужны для аквариума. И они, кстати, как будто новые. Но немного пыльные. Я так понимаю, с помощью этих шланг в аквариум пускается воздух. Если вы знаете, что это такое и как называется, напишите, пожалуйста, в комментариях. Штуки от бренда Текча Би Технолаб. В общем, надеюсь, получится их продать на барахолке рублей по 100 за штуку. А еще нашел станок для резки плитки. Плитки у меня нет для того, чтобы его проверить. Но я уверен, что он полностью рабочий. Так как никаких механических повреждений нет. Единственное, что могло затупиться, это это лезвие. Продам этот станок на Авито рублей за 500. Полезная находка для дома. Был найден огромнейший прожектор. И полностью рабочий. Светит очень ярко. И, кстати, можно с помощью него греться зимой. Ведь греет он просто нереально. Я думаю, я его оставлю себе, так как такую вещь грех продавать за копейки на барахолке. А в гараже он мне пригодится. Два телефона. Первый от бренда Cro-Max, который я еще нашел на челлендже. Модель А59. К сожалению, он мертвый. Не включается. Продать можно будет на запчасти. И второй телефон от бренда ZTE. Без батареи, с разбитым экраном. Но он тоже не включается. Даже если бы он был полностью рабочий, на данное время это совсем не актуальный телефон. Улетит на запчасти на барахолке. Не маленькая сумка с мелкими находками. Давайте их осмотрим. Капец, тут очень много различного барахла. Подостаю отсюда все самое интересное. Из всего, что было в этой сумке, вот это все самое ценное. Во-первых, новая овощерезка, которая даже в коробке работает просто изумительно. На вид ей как будто не пользовались. Продастся на барахолке. Также есть весы, которые измеряют супер миллиграммы. Вот допустим, сколько весит 3 копейки 1983 года. 3 грамма. Весы полностью рабочие. Продать их можно будет на барахолке рублей за 200. Также есть с блоком питания старый кассовый аппарат. И он, кстати, даже работает. А точнее, контрольно-кассовая машина. Меркурий 180К. Вот на самом деле, даже не знаю, получится ли эту штуку продать. Но на барахолке купят все. Также есть две бутылочки для бухлишка. Большой планшет от бренда Samsung. Но я думаю, он не настоящий. Скорее всего, это Паль. Модель Galaxy Note P600. С памятью на 64 гигабайта. Я уверен на все 100%, что он точно не оригинальный. Продам на барахолке. Также есть кучка старых советских монет. Еще есть телефон Fly. Но он, кстати, не включается. Кушает он абсолютно прекрасно. Ест, пьет, прям все, что угодно делает. Есть изменения в печени, селезенке, желчном пузыре. Также был обнаружен абсцесс, который надо вскрыть. Ну, достаточно большой абсцесс. Его нужно вскрывать и прощать хирургическим путем. И устанавливать раневые бренда наши заболевания. Вот позвонили насчет кота. Вы все сами слышали. Это вообще жесть. Я в шоке, ребят. Я не знаю вообще, стоит ли бороться за его жизнь. Потому что состояние его здоровья очень-очень критическое. В общем, жесть. Я первый раз с этим сталкиваюсь. Напишите ваше мнение в комментариях. Каждый ваш комментарий я прочитаю. А если хотите помочь коту, ссылочка есть внизу в описании. Такая штука странная, с помощью которой можно делать дырки. Не знаю, зачем она нужна. Но, тем не менее, я думаю, она дороже, чем вот это все барахло. Смотрите, тут сколько всего. Различные машинки, карабины. Визитница новая от бренда Тинькофф. Очки от Солнца, конечно, поцарапанные. Но, в принципе, возможно, их кто-то купит. Ну, там, по 10 рублей. Еще одна визитница непонятная. Первый раз такую вижу. Шоколадный молоток. Изготовлен в 2014 году. То есть, ему больше, чем 6 лет. Это прям ралитетный молоток. Также есть гарнитура для компьютера от бренда Окклик. Но, я думаю, это залупа конская. Еще одни наушники для компа. Куча различных кремов. Мыльная, рыльная. В принципе, неплохие кошельки. А еще вот в этой коробке есть вот такой новый египетский брелок. Возможно, кто-то ездил в Египет и там его покупал. Здесь даже на русском написано. Выросший цветок, украшение для земли. Выросшая девушка, украшение для своего народа. Но я не суеверный, поэтому продам этот брелок на барахолке за 10 рублей. Ну, самое прикольное из всех этих находок, это вот этот пульт. Универсальный огромный пульт для телевизора. Модель LM-VB02. Кнопки тут просто огромнейшие. Вот реально пульт сделан для того, чтобы его не потерять. Или для слепых бабушек. Я думаю, с руками и ногами заберут на барахолке. Был найден раскладной бабушкин костыль. Который регулируется по высоте. И костыль, кстати, с секретом. На барахолке такая находка улетит со свистом. Был найден старинный пылесос от бренда Шмель. Сделан в СССР. Когда-то его продавали за 25 рублей. И он, кстати, до сих пор работает. Такие вещи ценятся на барахолке. И продать его там можно будет, я думаю, рублей за 200. Я бы не стал таким пылесосом пользоваться в квартире. Но для коллекции я бы его купил. Помойка дарит ностальгию по старым вещам. Первый раз нахожу подобную находку. Это зеркало. Двухстороннее. Но самое интересное, это его конструкция. Оно вот таким образом разъезжается. Прикручивается к стене. И вот таким образом им можно пользоваться. Крутая штука. Очень удобная. То есть можешь поставить его как тебе угодно. И допустим бриться. И кайфовать от халявы. Очень люблю помойки. За такие прекрасные находки. И еще одна сумка с мелкими находками. Сколько же тут барахла. Есть геймпад для компьютера. Скорее всего рабочий. На барахолке улетит за свистом рублей за 100. Детская игрушка. Рабочая рулетка. Наушники, которые нужно починить. Новое запечатанное мыло. Чай новогодней матрешки. Полностью запечатанный. Интересно, чья-то старая фотография. Сделана в 1979 году. Вот здесь тоже много фотографий. Рабочий сетевой фильтр. Мыло выполнено из половинки мяча и футбольных кет. Динамики для автомобиля. И новая сумка Versace. Естественно паленая. В принципе больше здесь ничего ценного нет. Но даже такие находки продаются на барахолке. Их покупают в принципе со свистом. За пару дней эта куча различных. Интересная находка. Две фары скорее всего для мотоцикла. Рабочие они или нет я без понятия. Но я верю в успех. И надеюсь на то, что они работают. Если их покрасить и почистить. Будут вообще как новые. Ребят, я в шоке. Мне нереально просто повезло. Я нашел планшет. От бренда Quisters. Планшетный компьютер. Он кстати на 10 Windows. В нем есть Bluetooth. 16 гигабайт встроенной памяти. Я так понимаю. 4 ядра. 3G. Wi-Fi. IPS. Матрица. Диагональ. Планшета. 10,1 дюйм. В комплекте с ним даже была зарядка. По характеристикам планшета. Здесь. 4-ядерный процессор. Intel Atom. Встроенной памяти. 16 гигов. Оперативки 1 гиг. Офигеть. Ребят. Он полностью рабочий. В нем даже матрица не разбита. Здесь реально стоит 10 винда. Как в компьютере. У меня в компе такая же. Даже можно зайти в мой компьютер. По сути это полноценный реально компьютер. Но в виде планшета. Реально как будто полноценный компьютер. Динамики работают. Охренеть братва. Не знаю сколько такой стоит. Но я его положу в сюрприз бокс. Состояние у него в принципе хорошее. Люди заелись просто капитально. Я в шоке ребят. Очень люблю помойки. Помоечки дарят бесплатные планшеты на Windows 10. Также была найдена болгарка. Но при включении в сеть тут так жестко начало все дыметь. У нее что-то с движком. Я думаю продать на барахолке можно будет. Рублей за 200. На запчасти. Очень конечно обидно. Ведь мне болгарка в гараже нужна. Главное не расстраиваться и верить в то, что рано или поздно я все-таки найду рабочую болгарку. Пакет игрушек. И кстати куколка вот допустим эта в хорошем состоянии. Так же как и эта лошадка. Игрушки хорошо покупают на барахолке. Вот допустим есть целая сумка с мелкими игрушками. Думаю получится эту сумку продать за 100 рублей. А вот еще пакет с мелкими игрушками. Походу эти игрушки покупали в каком-то магазине. Знаете там обычно всегда что-то дают бесплатно детям. Блок питания для ноутбука. Рюмки. Вот такая штука с подсветкой походу. Там внутри что-то крутится и есть лампочки. Скорее всего это какая-то светомузыка. Интересный пульт непонятно для чего. Вот здесь допустим есть кнопка для того, чтобы сфотографировать что-то. Очки с подсветкой, но она не работает. Это не находки. Это реально клад для барахольщиков на барахолке. Раньше, когда я не торговал на барахолке, я бы это все не брал. Но сейчас беру абсолютно все. Рабочий чайник. Классическая находка. Кстати такой большой вместительный. Продастся на барахолке. Напольные весы Scarlett. Не включаются. Нужно заменить батарейки. Я немного ванга и думаю, что они рабочие. Здесь даже есть датчики, с помощью которых весы определяют воду в организме. Короче, эти весы улетят, как обычно, со свистом рублей за 200. Пакет с мелкими находками. Ой, сколько всего интересного. Помойка радует барахлом, как обычно. Ой, а вот и затычка для ануса. Прикольная находка. Оставлю себе. По сути, в этой куче нет ничего интересного, кроме вот этих колонок для компьютера от бренда Sven. Ну а так тут одна залупа, которую люди будут покупать рублей по 10. Ну вот еще есть пару телефонов. Но они не рабочие. Кнопочные. Очень старые. Вот будильник, допустим, есть. В принципе, состояние нормальное. Вы, наверное, в шоке, да, от таких цен? За это 10 рублей, за это. Там, в принципе, за все просят 10 рублей. Даже если ты будешь продавать кошелек Gucci оригинальный, который, допустим, стоит там 1030, его у тебя купят на барахолке за 10 рублей. Также очень частная находка в помойках. Это диски. Вот здесь диски с играми. Есть антология Call of Duty. Battlefield 2. Counter-Strike антология. Stalker. Диск с музыкой. Даже есть игры для Xbox 360. И пару дисков с фильмами. В 21 веке это совсем не актуальные находки. Но, тем не менее, все это купят на барахолке. Рублей по 10 за диск. Ракетки для бомбинтона. Даже есть в комплекте вот эта штука. Из минусов чехол порван. Но, в принципе, ракетки в нормальном состоянии. Рублей за 30 улетят со свистом. На барахолке. Всем спасибо за ваш просмотр. Посмотрите эти видосы, если не видели. Также подпишитесь на мой канал. Если есть возможность помочь коту, перейдите по ссылке в описании. А также в моей группе ВКонтакте проходит розыгрыш на смартфон. Заходите и делайте репост. Итоги розыгрыша будут уже скоро. Всем пока!